Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми советского РОВД Гомеля ликвидировали мини-плантацию по выращиванию конопли. В собственной квартире ее организовал нигде не работающий гомельчанин. Незаконное занятие так увлекло мужчину, что он даже освоил альтернативный метод возделывания культуры без использования почвы. Чтобы спрятать мини-парник от посторонних глаз, он соорудил его внутри обычного шкафа. В ходе осмотра помещения, помимо специальной теплицы, оперативники также обнаружили несколько пакетов с высушенной травой. 50-летний гомельчанин ранее в поле зрения сотрудников милиции не попадал. К уголовной ответственности за аналогичные преступления не привлекался. Вместе с тем, у оперативников есть основания полагать, что подозреваемый не только выращивал коноплю, но также занимался ее сбытом наркопотребителем. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обстоятельства дела будут изучены в рамках расследования уголовного дела. На территории Гомельской области за прошедшие сутки 41 раз водители нарушали правила проезда пешеходных переходов. На проспекте Октября областного центра в ДТП пострадала женщина-пешеход. Это случилось около 7 утра. 58-летняя гомельчанка угодила под колеса легкового автомобиля в то время, когда светофоры еще не работали. 65-летний водитель управляет автомобилем Opel по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы Карвыша на пересечении с улицы Ижукова на пешеходном переходе совершил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода. Водитель остался на месте происшествия, вызвал скорую, затем сотрудников ГАИ, то есть принял все меры, которые нужно принять в этом случае. Женщина доставлена в реанимационное отделение учреждения здравоохранения, то есть травмы значительные. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на зимних дорогах. Неосмотрительного хулигана из Речицы выдала банковская карточка. Он случайно уронил улику на месте преступления, благодаря чему установлена личность молодого человека, разгромившего магазин. Эта злополучная история с 25-летним местным жителем произошла после ссоры с любимой девушкой. Заглушить негативные эмоции он попытался с помощью спиртного, но это не помогло. Тогда разгневанный молодой человек решил снять стресс другим способом. Кулаком разбил стекло торговой точки, находившейся под охранной сигнализацией, и покинул место преступления. Вскоре сюда прибыли сотрудники милиции, которые и обнаружили утерянную банковскую карточку с реквизитами владельца. Действия молодого человека подпадают под статью 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство». Подозреваемый был очень быстро установлен. Он полностью признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб, причиненный своими действиями. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания.